Всем добрый вечер, девочки мои! Как вы думаете, куда иду? В садик иду за Настей. Настя я сегодня... Сегодня, завтра, послезавтра Настю с садика забираю. Потому что ребята не могут. Работают. Вот. Так что я решила начать видео. Но думаю, что, может быть, Настя что-нибудь вам расскажет. Может быть, я. Вот. Так, на чём я остановилась в прошлый раз? Ну да, я, в общем-то, закончила сегодня утром предыдущее видео. Я ждала Электрика, и он попозже потом пришёл. Ну, пришлось мне, что, третья неделя, как я его ждала. Ну, слава богу, видите, я сходила вчера в ЖЭУ, и не зря. В конце концов, пришёл. Сделал, что ему требуют, положено. А, кстати, в комментариях... Меня там... Прочитал один комментарий. Там, значит, пишут, что... Тоже сантехника как-то вызывали-вызывали. Тоже там долго-долго не могли его дождаться. Потом он пришёл. Там надо было трубу менять, там что-то ещё, в общем, сантехнику. И он там сумму такую обрисовал, что там унитаз менять и всё менять. В итоге они этого не делали. Потом вызвали частника, и он сделал всё. И унитаз не стал менять. Всё сделал за 6 тысяч. В общем, короче говоря, а тот 20, говорю. Ну, что хочу сказать. То, что касается вот моей жилплощади личной, там, где моя частная собственность, там, я, конечно, вызываю только частников. Потому что, ну, во-первых, бесплатно никто там делать ничего не должен. Я делаю платно, контролирую работника. Ну, там уже люди за деньги работают как положено. И вызываю я не из ЖЭУ. Я нахожу в других каких-то местах. В общем-то, и электрика, и сантехника. В общем, кого надо. Ну, через знакомых узнаю. Желательно, конечно, по рекомендации. Не брать неизвестных людей. А то могут такое натворить, что деньги на ветер переделывать. А переделывать дороже будет стоить. В общем, короче, на частную территорию свою я, конечно же, вызываю платных работников. А мне нужно было, чтобы мне патрон починили. Там не загоралась лампочка в коридоре, в общем. И в тамбуре внизу, при выходе, там темно. Там нужно было тоже. А там плафон. И там я просто не смогла бы это сделать сама. Кстати говоря, а в тамбуре я туда электрика звала. Еще начиная, не знаю, с прошлого года, наверное, с осени. Я тогда что-то звала, звала его целый месяц. В итоге бросила это дело и перестала звать. Забыла, в общем, замоталась. А тут что-то я прицепом решила уже и вот этот тамбур туда присадить. Ну, в общем, сделала. Слава Богу, я очень довольна, рада, счастлива, что свет везде горит. Вот, по поводу уборки. Я же вчера в Жилу тоже сказала, пожаловалась, что ужасная грязь в подвезде. Очень плохо убирают. И вот сегодня, когда я спускалась, там было очень грязно. Я потом поднялась, думаю, ладно, попозже поснимаю и им отправлю. Сейчас я уже выходила, смотрю, подъезд помыли. Думаю, ну надо же. Притом помыли хорошо. Не так, как обычно бывает мыть. Но очень редко. Хотя у нас там по договору сказали, что там должны вообще там мыть площадки раз в месяц, а лестницы раз в год. Представляете? Ну, подметать, правда, два раза в неделю должны по договору. Но я вижу, подметают реже, потому что турист скапливается конкретная такая. Вот. Ну, мусор пока еще не вывезли. Пока что они, видимо, еще решают, кто должен этим заниматься. Кто должен подогнать грузовик и рабочих, чтобы весь этот хлам туда закидать. То ли ЖЭУ, то ли чистый город. Но, в любом случае, все это в процессе. Я сегодня как раз скинула письмецо в ЖЭУ. Фотографию туда приложила, чтобы напомнить об этом. Чтобы напомнить о том, что я держу руку на пульсе. Вот. И смотрю за этим. Ладно. Короче говоря, что уже об этом говорить. Что тут у нас новенького? Иду мимо сада вот этого, где у нас стартдом, интернат. Сейчас посмотрим. Так. Тут у нас вишневое дерево. Это вишня. Я смотрю. Уже вишенки тут имеются. Но они еще не созрели. Ну, а дальше вот черешни стоят. Но черешни на дереве наверху я вижу. А внизу, видать, немножко уже пооборвали. Наверху есть. Ну, ладно. Топаем дальше. В общем, я иду по своей любимой олеечке. Любуюсь на зелень. Жалко, конечно, что у нас во дворе деревья. Вот эти все посрубили. Я опять возвращаюсь на тему деревьев. Но у нас до сих пор разговоры об этом идут. Это у нас оказывается одна там... Вот как выяснилось сегодня, одна у нас там писала, 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 писала. Года два оказывается. Она просила, чтобы деревья срубили. Вот. И поэтому их и срубили. Да, просились. Ну, достаточно одного недовольного человека во дворе, понимаете. И весь дом остался без деревьев. Вот так у нас бывает. Консенсус собирать не собираются. И спрашивать, желающие есть, нет еще кто-то на это. Вот так порешили, сделали. Все, девочки. Настюлю я забрала. Настюля там расстроена. Какую-то игрушку там потеряла. Ну, маленькую такую какую-то. Незначительную. В общем, пока я Настю снимать не буду. Пусть она успокаивается. Короче говоря, мы решили взять пироженка. У меня компотик есть. Сейчас зайдем, может, еще что-нибудь возьмем. И пойдем домой. Что-нибудь включим, посмотрим. Вот так вот. Такой будет вечеречек у нас. Ну как, мороженка вкусная? Купили мы с Настей мороженое. Мы купили пирожное тирамису, поели. И вот такое мороженое я еще не брала. Это в фикс-прайсе. Оно 39,50 стоит. Пломбир вологодский. Ну, в общем, Насте понравилось. Надеюсь, мне понравится тоже, да? Настя попросила включить природные катаклизмы, природные явления. Вот ей иногда нравится это посмотреть. Ну, сейчас посмотрим немножко это, потом включим что-нибудь другое. Доброе утро, девочки мои. Выглядываем в окошко сегодня. Сегодня у нас облачно, похолодало. Сейчас 19 градусов, а днем до 23 будет. А ночью завтра пойдет уже дождь. Будет еще попрохладнее. Ну, ничего, зато свежо. Хорошо прям так. Ветерочек прохладненький, дует классно. Мусор еще не убрали. Ну, жду. Может быть, со дня на день уберут. А я сегодня проснулась, пол седьмого, выспалась нормально. Ну, это, наверное, из-за того, что прохладненько. От жары как-то раньше просыпаюсь. И у меня с утра такой бодрячок. Я уже кофе попила. И вот думаю, прям с утра сейчас начать, может быть, уборочку. По дому там пропылесосить, полики помыть. Может, что-то постирать. В общем, что-то приготовить. Ну, в общем, сейчас начну чем-нибудь заниматься такой сразу физической деятельностью. Вот. Да, вчера, ну, я вам сказала уже, да, что я вчера, когда поднималась в подъезд, было грязно. Ну, думаю, когда уже за Настей пойду вечерком попозже и сниму вот эту грязь, спускаюсь вниз, а подъезд уже помыли. Вот видите как. Вот я пошла, поговорила с людьми, они меня услышали. Сразу электрика прислали, лампочки вкрутили, подъезд помыли, все углы помыли. Ну, прям все прекрасно, придраться не к чему. В общем, вот эти два пункта у меня уже из списка отпадали. Ну, и еще из того, что вот срочно, это мусор. Ну, мусор пока что не убрали, жду. Я думаю, что, может быть, со дня на день уберут. Ну, если до выходных не уберут, на следующей неделе надо будет напомнить об этом. Остальные пункты, это надо будет уже решать, там, благоустройство, с ними надо будет решать. Ну, сначала нужно будет пообщаться с жильцами, с соседями. Насчет того, какие у них мысли, что они хотят вообще во дворе, чтобы я это не одна решала. Вот так вот надо действовать. Все-таки самое главное, что надо просто не быть равнодушными, не сидеть на месте, а надо все-таки действовать, ходить, разговаривать, писать, фотографии прикладывать. Ну, к сожалению, вот как мне написали в комментариях, что многие жильцы равнодушны, в общем, плюют на это все дело. Грязь, не грязь, горит свет, не горит. У нас бывает в подъезде, вообще там две лампочки на весь подъезд. И всем все равно. В общем, ну, пока у меня, как говорится, такое желание появилось, что-то тут, ну, пока лето, надо что-то поделать. Так что делаю. Так, ну, все, начну тогда я сейчас уже шуршать, короче говоря, поддону. Так, я смотрю, приехала мусорка. И вот они не только жбаны освободили, но какие-то доски, которые там лежат рядом. Ну, так, небольшие доски убирают в сторону, а мелкие в мусорку. В общем, короче говоря, посмотрим, что там останется. Я понимаю, что они не все заберут. Что они там... Может быть, просто им дали указание внутри вот этого ограждения убрать. А то, что вокруг ограждения, кто будет убирать. Ну, посмотрим, посмотрим, чем все закончится. Чуть-то быстренько они уехали, покидали несколько досочек и все. Остальное все на месте. В общем, что убирали, что ничего не убирали, можно сказать. Ну, ладно, будем ждать, что там дальше будет. Надо написать уже. Посмотрите, какие облака появились. Прям такие, я смотрю, темненькие. Но дождь вроде бы должен ночью пойти. Хотя, кто его знает. Бывает, его обещают, он не идет, а в другое время может пойти просто взять это. Ну, пора бы уже, потому что дождя у нас не было с 18 мая. Вот тогда, когда я зонтик подарила внучке, 18 мая, тогда был дождь последний раз. Уже больше месяца не было дождя. И пыль пора бы уже прибить, вообще сбить, свежий воздух, помыть деревья и все такое. И землю. Хотелось бы, конечно, чтобы дождик хороший прошел и все помыл. И освежил нам воздух. Только я вам сказала про дождик. И дождик тут же через 5 минут начался. Ну, пока слабенький идет. Я смотрю, горизонт такой серый-серый. Ну, надеюсь, пройдет хороший дождик. Очень хотелось бы. Все, девочки мои хорошие. Я уборку закончила, пропылесосила, полики помыла везде. Все, чистота, порядок, короче говоря. Ни пылинки, ни соринки. Стерку сегодня делать не буду. Дождик пошел. Хотела занавесочки стернуть, но это не к спеху, не срочно. В общем, думала, что приготовить. Я уже несколько дней думаю о том, что я хочу жареной картошки. Но с другой стороны, я думаю, что все-таки от жареной картошки там сильно поправляются. Мне уже куда? Уже дальше некуда и так поправилась. Думаю, сварить, но не хочу вареную. Уговаривала себя до последнего. Потом думаю, ладно, в конце концов, я уже жареную картошку не помню, когда последний раз я ее ела. Ну, хочется жареной, значит, пожарить надо и все. У меня просто есть селедочка. Я хочу прям с картошечкой селедочку поесть. В общем, решила порадовать себя. Я сейчас вот картошку уже почистила, уже режу ее, видите. И вот хочу пожарить. У меня тушеные овощи еще есть. В общем, короче, и свежие овощи есть. Но главное, что селедку надо есть с картошкой. А дождик покапал несколько капелек. И смотрю, прекратился. Опять что-то солнышко вылезло. Но все равно, обещали сегодня, завтра там дождь еще. Прям сильный с градом, прям сильный ветер, поры. Хотя это уже обещали, но как-то обманули. Ну, может быть, в этот раз не обманули. Вообще у нас летом всегда как-то очень мало дождя. Но он-то должен хоть когда-никогда пойти. Но сейчас ему пора. Обычно я помню, когда пух отлетал уже, и потом уже остатки пуха прибивались всегда дождем. А сейчас что-то и, как говорится, грозы в начале мая не было. И весь май был, ну, вот 18-го, когда я говорила вам, да, я зонтик когда подарила Настюхе, вот тогда дождик был небольшой. Ну, один там день он, по-моему, был, или полтора дня. И все. После этого, ну, это было еще до пуха. Пух еще тогда не летал. А потом он полетел, и все. Ну, сейчас он уже как-то так вроде как и не летает. Я его что-то не замечаю, этот пух. Может быть, он уже отлетал. Ветра-то у нас нету. Пуху летать некогда. Вот, короче говоря, сейчас я картошечку хочу пожарить, покушать как раз к обеду. И все. Ну, Настю сегодня я забираю с садика и отвожу на тренировку. Сегодня у меня Насте не будет. Вчера она что-то... Ну, не было у ребенка настроения ни о чем таком болтать. Мы с ней посмотрели полнометражный какой-то мультик. Один не понравился, другой, ну, вроде так себе. Но я не смотрела, мне не особо зашло. Вот. Ну, и вот так вот вечер, как говорится, у нас и закончился вчера. Так что сегодня посмотрим, что будет дальше. Сейчас картошечку пожарю, покушаю. И отдохну пока. А уже вечерком за Настей пойду. Все, все нарезала, буду жарить. Ну, что, девочки, вот и вечер подошел. Решила вам показать закат. Солнышко уже заходит за дом. Вот. Небо, в принципе, такое, можно сказать, не очень-то облачное, нормальное. И дождь у нас, в общем-то, сегодня покапал чуть-чуть и все. Там вот собаки вышли. Гуляют с собаками. Гавкучими. Вот. Так что у нас сухо. Ну, может быть, ночью дождик пойдет, надеюсь. За Настей в садик сегодня не пошла. Наташа сказала, что она ее заберет. Забрала уже ее. Хочу вам показать, как тут выглядит все красивенько у нас, пейзажик. Ну, на сегодня я все свои дела закончила. В общем, отдыхаю. Завтра будет день, будет пища. Завтра хочу сходить в магазин. Посмотрим, что я буду делать завтра. Вот такой вот пейзаж. Доброе утро, девочки мои. Проснулась сегодня рано. Еще было темно на улице. Но сейчас уже 4 часа. Начало пятого рассвет. Смотрите, какое небо интересное. Ну, вроде в 6 утра небольшой дождик обещают. Но они все обещают, обещают. Да никак все дождик не пойдет. Вот такая красота у нас. Асфальт сухой. Птички поют. И тишина. Люблю вот это время. Ранним утром, когда еще тихо. И птички щебечут. Классно так. А на улице свежо. Сколько там? 16 градусов пока. Ну, днем до 23-4. В общем, не жарко. Очень хорошо. Классно просто. Слышите, как поют птички? Вышла девочка на улицу. Уже время обеденное. Решила в магазин пройтись. По воздуху. На улице классно. 25 градусов тепла. Теплым, теплым. Ветра нет. А дождик обещают. Его пока нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Должен был дождик под утро пойти. Но что-то не пошел. О, расцвели какие-то новенькие цветочки. Смотрите, какие симпатичные. Вот так вот, да? Классно. На фоне цветочков. Вот. Поняла, что вот так вот цветочки одни распускаются. Другие вянут. Новые распускаются, расцветают. Ну, классно. Классно. И вот эти вот цветочки тут. Классненькие вот такие вот. Оранжевые. В общем, короче, решила пройтись по магазинчикам. Прикупить кое-каких продуктиков. Потом сегодня на ужин что-то надо приготовить. На ужин ничего нет. Так, куда я иду сейчас? Понятно. Ладно, если будет что-то интересное, я подсниму вам, девочки. Так, девочки, дошла я до ларечка любимого. Что у нас? Кукуруза вареная 70 стоит. Арбузы уже по 60. Вот, сколько у нас тут разных ягод. Ну, по-разному, конечно, ценам. Клубничка еще по 350 есть. Овощи всякие разные. Помидоры выбор обалденный. Так, и вот черешенка классная такая, крупная. По 250, по 220 есть. В общем, короче говоря, разные другие фрукты, овощи. Перец болгарский уже по 160. Картошка 60. Лук 60. Кабачки 60. Баклажаны 150. В общем, короче, вот такие цены. Цветная капуста 120 стоит. Хорошо, что она у нас тут появилась. Ну, класс. Сейчас что-нибудь возьмем. Все, девочки, прикупила я продуктов. У нас там и дыни еще по 170. Я позже увидела. Смотрите, какие цветы красивые. Какие они красивые. Розовые такие. Вообще, тут кто-то поливает, я смотрю. Полита видно, клумбочка. Цветочки такие. Пуха не стало. Вот цветочки сразу видно стало хорошо. Смотрите, какие классные. Вот она, киска тут стоит, смотрит. И розочка есть. Вот такие у нас, видите, деревца молодые. Их два года назад посадили. Они еще молоденькие совсем такие вот. И стоит одинокая горка детская, старенькая уже. Ну, что делать, как есть. Все. Короче, прикупила мясо. Сейчас хочу пойти приготовить. А вот еще, смотрите, какая красота. Цветочки. Люблю на цветочки смотреть. Такие тоже люблю. Там тоже что-то растет. Вот эти вот красивые клумбочки такие. У нас тут девчата, смотри, ухаживают за ними каждый день. Молодцы. Так, ну я пришла домой, девочки. Вот помимо овощей, купила я, что еще, свинину. Я заметила, что свинина стала дешевле. Вот мякоть свинины 339, мякоть говядины 659. А, ну вообще-то нет. Не сказала бы, что особо подешевела. Тем более говядина стала дорого. Но свининка вроде стала поменьше. Стоит, чем последний раз я брала. Ладно, буду разделывать, перемолю. Перемолю часть на фарш. В общем, часть на отбивные. В общем, разные кусочки на разные. Затарилась мясом. Молодец я какая. Все, девочки, нажарила я котлеток. Забыла совсем, что видео снимаю. Короче, я уже покушала. А это убираю в холодильник. На этом я хочу видео, девочки, закончить. Мне кажется, оно уже длинным получилось. В общем, со всеми вами прощаюсь. До новых встреч. Пишите комментарии, ставьте лайки, кому видео понравилось. И, в общем, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok